Друзья, это коротенький ролик по отдыху дикарем на побережье Азовского моря. Мы сейчас с вами идем по косе Долгая, близ станицы Должанская. Когда-то это побережье было диким, сюда можно было приехать на машине, встать практически к воде, в палаточку поставить, лагерь из палаточек и спокойненько наслаждаться природой. Сейчас же весь пляж от серф-приюта, от самого краешка кончика косы до Казачьего берега, до Ейской усадьбы, вот в таких палаточках. Они самого разного комфорта, вот эти, допустим, без электричества, они стоят подешевле, ну, порядка там тысячи рублей в сутки с машины. Поэтому, когда приезжают несколько машин, некоторые из них оставляют, грубо говоря, за КПП, и, соответственно, сюда проезжает одна машина, тут ставят палаточку, как-то какой-то материи эти беседочки обносят, ну, и, соответственно, генератор даже можно привезти, ну, и идет активный пляжный или неактивный тюленей отдых. Да, к сожалению, друзья мои, к сожалению, весь пляж разбит на участке. Вот этот пляж Азовский, потом Данис, потом Ростовский. Если посмотреть в Яндекс.Карты, приблизить кассу Долгая, вы все эти пляжи увидите с обозначениями. Соответственно, можно связаться с руководством, ну, или с арендаторами этого пляжа и спросить, сколько это стоит, есть ли палаточки с электричеством, с мангалами, сколько стоит проезд одной машины, двух машин, ну, и так далее. Вот примерно вот такие КПП везде, где-то вот такие, где-то это палаточки со шлагбаумами. Вот примерно так это может выглядеть. Ну, и, соответственно, свободный подъезд к морю отсутствует. Хорошо это или плохо, судить вам, ну, когда это побережье было диким, оно было, ну, достаточно таким бугристым, растительность разная здесь была, приятная, неприятная. Сейчас это все зачищено. Установлены качельки, какие-то горки, сетка для занятий, волейболом, допустим. Те же палатки мы уже снимали в 22-м, в 21-м году про это место на побережье Азовского моря. И самые разные комментарии были. Вот, все, так сказать, продали, все загородили. Нет, понимаешь, свободного доступа. А другие говорят, ну, классно же, теперь следят за чистотой. Туалеты поставили, души поставили. Есть даже спасательные посты. Ну, я вам их покажу, еще они так, на расстоянии метров 500 друг от друга. Все цивилизованное, электричество, в конце концов, есть. В общем, самое разное мнение, ну, а вы судите сами. Сейчас середина июня, 14-е число. По-моему, 14-е сегодня. 12-го июня, когда был праздник, все было занято, буквально каждая молотчика. Сейчас температура 21 градус днем, дожди идут третий день, поэтому практически никого на побережье, рыбаки только. Ну, в серф-приюте, конечно же, активность, потому что такая погода, это ветер, это кайтсерфинг, это виндсерфинг. Ну, а те, кто приехал, допустим, на Казачий берег, у них просто выхода нет, там тоже оживление. А вот условно дикий отдых, который предполагает принести сюда на своей машине, установку палатки, потому что, конечно же, в такой беседке не поживешь несколько дней, да, она больше для каких-то посиделок, там столик, ну, где-то есть электричество, как я уже говорил, где-то нет. Вот это побережье пустое, практически 5 километров оно идет. Так что, друзья мои, имейте в виду, захотели побыть наедине в этом месте, если вы раньше сюда приезжали, то теперь не получится это сделать. Только если холодно, тогда вы будете действительно, вот, допустим, как эти гости, видите, они сняли такой, ну, полудомик я его называю, он, конечно, стоит подороже, может, тысячи три в день. В этом случае, конечно же, вы будете в Одинаре. А так, море хорошее, некоторые спрашивают, много ли медуз. Медуз немного, когда шторм, когда идет какой-то поток со стороны Таганрогского залива, то да, здесь такая муть, медуз много, но сейчас вот уже шторма прекратились, и медузы уже, ну, так, они плывешь, да, бывает, разгребаешь, так, рукой одну-две, ну, я не помню, чтобы это дискомфорт доставляло, вроде и не жалится, если особо так с ними не контактировать. Медуз немного. Пару дней еще пройдет, ветер сейчас идет от берега, и я думаю, что море очистится, все будет хорошо. Так, ну что, друзья мои? А, вот еще что. Если берете с собой коптер, хотите здесь поснимать, или вообще где-то поснимать на побережье, очень не рекомендую вам это делать. Такая дружеская рекомендация, даже не совет. Мы ехали, нас останавливали несколько раз на посту ДПС, на постах ДПС, спрашивали страховку, естественно, там права, документы на машину, и вместе с этим, что везете запрещенного. И среди перечня этого запрещенного, ну, знаете, как спрашивают, наркотики, оружие, там, еще что-то, теперь присутствует слово коптеры. Мы и везли, конечно, с собой, но не сказали об этом, ну, вроде не стали к нам прикапываться. Но поднимать его в этом году мы не будем, потому что разные истории ходят. Мы тут поспрашали, знаете, как поднимешь коптер, люди так с недоверием к этому относятся, могут куда-то позвонить, кому-то сказать, сотруднику, например, вот, базы отдыха. Тот еще куда-то, еще куда-то. И, в общем, к вам вечером приезжает полиция, этот коптер конфискует. Естественно, документ вам оставляют, что проверка там все такое. Ну и, скорее всего, этот коптер к вам не вернется. 50 на 50. А к тому же проверка точно не будет идти, там, неделю-две, а то и месяц, и больше. И все это будет здесь находиться, а вы уже уедете к себе домой. Ну, в общем, попрощайтесь с модным, удобным гаджетом. Поэтому лучше всего пока держать эти чудо-устройства зачехленными. Просто, повторяюсь, дружеская рекомендация. Мы так и поступим. Пойдемте, наверное, покажу вам, что представляет вот такой домик. Такой, по-моему, 1600 стоит, если я не ошибаюсь. Ну, можно связаться с представителем любого пляжа. Опять же, на Яндекс.Маркет заходите, кликаете на пляж. Ростовский, Данис, Азовский. Там есть телефон. Звоните, бронируете. И вот такой у вас будет комфорт. Ну, так себе комфорт. Тем не менее, электричество. Все как полагается. Несколько розеточек. Да, это подороже. Которое без электричества можно до тысячи снять. Это, конечно, уже будет за сутки полторы-две тысячи. Что-то такое. Так, ну что, наверное, все рассказал. Спасибо за внимание. О, гидрофойл. Доска с крылом. Классная штука. Они есть на аккумуляторах. Можно вин взять такой парус надувной. Классная штука. Так, ну все. Заговорился я с вами. Спасибо за внимание. Тем, кто едет ни гвозня, ни жезла. Тем, кто будет ходить под парусами или на моторе 7 футов под килем. Те, кто едет тюленить, загорать. Побольше солнечных денечков. Подписывайтесь на канал. Смотрите нас. Любите нас. Комментируйте нас. Критикуйте нас. Обязательно всем отвечу. Вопрос тоже задавайте. Тоже отвечу. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»